добрый день дорогие друзья с вами капли мы продолжаем говорить о наказании еще одна причина применять наказание это формирование отношения к власти авторитету знаете когда мы с вами не наказываем наших детей мы тем самым принижаем власть у меня такое чувство что когда феминистки вот лоббируют знаете вот продвигает отсутствие наказания они прекрасно понимают что они делают они прекрасно понимают что прерогатива наказания находится у отца как и власть и пытаясь захватить эту мужскую власть эти люди они лишают отца одного из основных не главных но основных вообще атрибутов власти это силу и право наказывать потому что когда мы забираем вот эту знаете карательную часть у обладающего властью то его власть становится абсолютно умозрительной представьте себе на минуту одну простую ситуацию государство ваше государство в один прекрасный момент вдруг абсолютно утрачивает карательную функцию то есть они не могут ловить преступников и сажать их в тюрьмы они не могут применять силу когда кто-то вообще в любом случае они могут просто встать рядом и говорить о вы неправильно себя ведете что произойдет на наших улиц знаете очень интересная вещь одна из стран в которых преступность становится ну знаете как бы бэкграундом жизни эта страна в которой полицейским не разрешено не то что применять оружие им не разрешено даже носить его знаете чем вооружены полицейские в этой стране у них есть свисток когда совершаются преступления полицейские тупо начинает свистеть и многие сегодня эту страну приводит как образец но я бывал в этой стране и прекрасно знаю что в некоторые районы там заходить просто нельзя потому что там ну и полицейские ну что ты там со свистком сделать как только обладающий властью теряет карательную функцию он теряет всю власть и я уверен что феминистки они как раз это преследуют чтобы лишить мужчин власти принеся в мир извращенную демоническую природу власти показывает власть вот смотрите когда мы с вами воспитываем наших детей в любви и в гармонии когда отец обладает и властью и и карательной атрибутикой но при этом он любит своих детей и никогда не наказывает их несправедливо он всегда поступает так как должен поступать то есть таким образом отец он знаете так показывает истинную правильную модель власти власть вообще никогда не задумывалась для подавления или разрушения власть задумывалась для обеспечения равных возможностей для обеспечения помощи защиты и так далее и вот когда отец показывает вот эту позитивный образ власти ребенок выходя из дома он видит представителя власти видя кого-то кто является носителем власти он с тем же уважением как он уважает власть в семье он относится и государственной власти во всех ее формах и знаете если поцарапать любого знаете такого оппозиционера который не любит и не уважает власть вообще я за наличие оппозиции она делает общество стабильней я имею ввиду крайних ребят которые просто ненавидят власть например анархисты террористы и прочее если их поскупсти то вы обнаружите несчастного человека у которого либо не было отца либо не было взаимоотношений с отцом либо отец был тираном и так далее я вам скажу одну простую вещь если мы хотим воспитывать законопослушных граждан если мы хотим воспитывать людей которые доверяют власти нам необходимо чтобы у нас эта власть была чтобы у нас была и власть и карательная функция и так когда мы с вами наказываем детей мы с вами реализуем ту власть которая у нас есть тем самым воспитывая наших детей в уважении власть